Что же это за дом-то за 35 миллионов? Где такие цены? Меньше, чем в тысячу метров стандартный набор, просто тяжело поместить. Не вздумай ставить, два раза залезешь. Да, тепленькая водичка, ребят. Как сказал один мой товарищ, простенькая у тебя и бедненькая. Друзья, всем привет. Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Вирьянов. У нас очередной выпуск подкаста. Тема оказалась очень даже востребованной. И много комментариев с одобрением, что мы такой формат запустили. И есть смысл выделять это в отдельную рубрику. Раз появляется новая рубрика, то ей нужно название. Я придумал название «Шакунин подкаст». В Японии есть понятие «Шакунин», которое на русский переводится буквально как «мастер своего дела». Но это не просто мастер, который получил какой-то опыт. Это человек, который буквально себя отдал на служение обществу благодаря своему виртуозному мастерству и искусству. И, естественно, максимальной самоотдаче. Собственно, у меня в подкасте будут как раз такие герои, которые максимально хорошо разбираются в этой теме. Сегодня у меня в гостях Денис Вишневский и группа компании TechArt. Денис, ты вообще можешь себя назвать настоящим шакунином элитного девелопмента? Ну, понятие элитное у всех разное. Ну, в рамках своей работы, конечно, я себя таким могу считать и назвать. Супер. Друзья, сегодня у нас будет именно формат подкаста. Это не совсем интервью, это больше скорее диалог, где мы общаемся на профессиональную тему. Тема, которую я сегодня предлагаю с Денисом обсудить, это дорогие дома. Условно мы называем этот сегмент миллиард плюс. Денис, правда ли, что вот этот девелопмент дорогих элитных домов, частных, это чуть ли не самый сложный вид девелопмента? Ну, я так не соглашусь. Во-первых, ты немножко упустил, на мой взгляд, очень важную поправку. Миллиард – это хорошо, но ты не говоришь о площади дома. Дорогой девелопмент, например, может относиться к площади 500 метров за миллиард. Да, это очень дорого, и это будет какая-то крепкая цифра. Если говорить о домах, там, тысяча плюс метров, то мы выйдем в средний бюджет стоимости, ну, вот, тысячу метров – это получается 10 миллионов долларов. Ну, примерно миллиард, да? Теперь давай вычтем из этой суммы площадь участка. Вычтем. Вычтем работы по участку, то есть там ландшафтный дизайн, какие-то малые архитектурные формы, которые находятся на участке террасы и все остальное. То есть вычли. Сколько у тебя остается? Ну, допустим, у тебя осталось, там, примерно, там, не знаю, если брать сады. Сады и майндорфты. Да, если брать, там, Дарина-Успенская, это другая ситуация, то есть, там, по себестоимости. Но в итоге у тебя останется, там, примерно, 7,5-8 миллионов на строительство дома под ключ. Получается, у тебя 7-8,5 тысяч долларов за квадратный метр, примерно, да? Теперь, вот, ты же тоже занимаешься строительством, у тебя есть понимание процесса, ты понимаешь, из чего это складывается, сколько стоит рабочая сила и т.д. и т.п. Ты считаешь, что 7-8 тысяч за квадратный метр премиального строительства – это дорого? Ну, если рассматривать эту цену с точки зрения, как бы, заказчика, то это, это недорого. Вот, но если рассматривать цену именно с точки зрения девелопера, на наш взгляд, как бы, это цена, ну, близкая к нулевой рентабельности, скажем так. Ну, конечно, я про это и говорю, что премиальный девелопмент, он немножко в другом. То есть, конечно, мы стараемся получить конечную цифру максимально низкую, насколько это возможно, но не любыми путями, потому что есть оптимизация затрат. Например, там, у нас есть строительная компания, которая входит в группу наших компаний всех, да, которая занимается не только нашими объектами, но и объектами для строительства, там, для конечного потребителя, то есть, просто как строительная компания. Что это дает в общем? В общем, мы оптимизируем затраты на количестве строительных площадок. То есть, у нас нет затраты на одну площадку, то есть, в этом плане мы выйдем. Ну, то есть, общие затраты, они размазываются? Размазываются, да. То есть, если, например, взять индивидуальное строительство, например, мы строим там один объект, да, девелоперим его, то затраты на него кратно возрастают. Потом, очень важный момент, от поселка к поселку это разные затраты, то есть, можно увеличить коэффициент до двух, потому что есть поселки, в которых есть регламент работы. Ты работаешь там с, не раньше, там, девяти, и у тебя там до тринадцати ноль ноль, с тринадцати до пятнадцати у тебя обязательно тихий час, то есть, ты не можешь ничего производить, там, из пятнадцати до, там, девятнадцати у тебя работа. Выходные запрещены и т.д. и т.п. То есть, срок реализации данного объекта при подобных условиях работы, он просто увеличивается в два-три раза. Например, в Никольино, поселок Никольино, Новая Никольино, да, где пустырь, где ничего нет, никаких соседей, ничего. То есть, можно реализовать проект там за реально год и два месяца. Ну, объемный, полторы-две тысячи метров. В садах, опять же, в тех же самых, более реально реализовать такой же проект примерно за два с половиной-три года. Вот. А наши затраты-то, ну, на моих рабочих, на специалистов, на все остальное, то есть, они же увеличиваются просто кратно. То есть, самый выгодный девелопмент – это когда чем быстрее ты зашел и быстрее ты вышел, это хорошо. Поэтому, отвечая на твой вопрос, ну, да, это, конечно, сложный момент. Как это все учесть? Очень сложно. Ну, мне кажется, он сложный именно потому, что задействовано максимальное количество возможных компетенций, да, потому что, ну, вот проживание там, скажем так, богатой семьи в доме, да, оно задействует множество моментов, решений, которых нет просто, там, не знаю, например, при строительстве жилого комплекса, при строительстве, там, складского помещения, там, офисного, там, и так далее, и так далее. То есть, это просто, ну, диапазон компетенций, которым надо обладать девелопер, он максимальный вот среди всех типов девелопмента. Не думаю. Нет, я не согласен, потому что компетенция должна быть в любом. Даже при строительстве, не знаю, таунхауса ты тоже должен знать, просто у тебя другая компетенция, но ты должен ей обладать на все 100%. В этой ценовой категории у тебя просто риски, другие деньги стоят денег. То есть, одно дело ты, ну, опять же, объем, то есть, можно построить два таунхауса, а можно делать и поселок из 50 таунхаусов, то есть, здесь тоже такой момент. В премиальном девелопменте, я думаю, что проблема, которая есть в рынке, это компетенция, скорее, потребителя. То есть, мне кажется, этот вывод я делаю на примере собственных проектов, которые мы реализовывали, которые сейчас реализуются. Человек не совсем понимает, за что он платит, то есть, у него нет полного восприятия. Как правило, если у человека есть второй, третий, четвертый проект, который он реализует в жизни, то с ним гораздо проще общаться. Человек, который покупает первый свой объект в таком масштабе, он не понимает, почему он должен заплатить. То есть, когда он покупает машину за полмиллиона, то есть, он понимает, почему эта машина стоит полмиллиона, а почему дом стоит 10 миллионов, он не до конца понимает. Это не он виноват, это вопрос именно компетенции. То есть, а кто посредник у нас между этим клиентом? Агентство недвижимости, это брокеры. Например, у нас есть брокер-туры, которые мы проводим. Не очень большое количество людей, которые задают правильные вопросы. Там, банальный правильный вопрос. Объясните, почему ваш дом стоит столько денег. Я хочу знать. То есть, это правильный вопрос. То есть, на него есть ряд ответов. Чаще всего вопрос локации, вопрос обсуждения площади какого-то помещения. То есть, это все второстепенно. То есть, любой дизайн, любые площади, это все так называемые вкусовщины. То есть, кому-то нравятся большие пространства, кому-то нравятся маленькие. Люди не задают этих вопросов, поэтому они же несут эту информацию и для конечного потребителя. То есть, что он спрашивает, например, у брокера? Какая там инвестиционная может быть привлекательность? И он говорит, слушайте, вот, например, здесь это суперинвестиционная привлекательность. Например, Никольна, хотя там стройки в Новом Никольне лет на 15 вперед. Это точно. Допустим, да, он инвестиционно может быть привлекательным, но когда? Это огромный вопрос. И, конечно, он ведомый профессионалом в его понимании, да, и он там вкладывает, например, деньги в Никольна. Строится, понимает, что вокруг него ездят, например, грузовики, привыкает к этому, свыкается и живет, и все у него прекрасно. Но они забывают, например, огромное количество есть там очень хороших, выгодных поселков, не огромное, но какое-то количество есть, про которые я слышу от тех же самых брокеров абсолютно противоречивую информацию. То есть, что это старый поселок, там очень известный, огромный, но он старый. То есть, мне-то какая разница, например, как покупателю, старый он или новый. Какие у него качества у этого поселка? Хорошо, дайте мне новый поселок. Окей, здесь на этой территории, например, в Жуковке старый поселок я хочу построиться. Они говорят, нет, это плохо, дайте мне новый. Новый они мне дают на другой территории, тоже очень известный поселок, но он гораздо хуже, чем старый. Поэтому очень важный момент дискуссии с этими людьми. У нас есть партнеры, с которыми мы работаем, это Дома А-класса, то есть это наши подрядчики. И они вкладывают в это достаточно большой ресурс, у них на этот даже год запланировано какое-то количество мероприятий именно для так называемых вот этих референтных групп. Интересное название-то придумал. Ну, как бы, все равно, но это так называемые посредники. Пропроводники, да. Цель их заключается в том, чтобы поэтапно доносить информацию, почему это, а не то. То есть почему, например, там у нас окна мира стоят везде. Потому что мне, как девелопер, удобно работать, потому что они меня не подвели на протяжении 15 реализованных объектов ни разу. Мы работали со всеми окнами, не только мир, разными подрядчиками. Везде есть какие-то нюансы. Раз. Второе. Гарантийные, постгарантийные обязательства. Когда структура вкладывает в свой маркетинг, там, я не знаю, идет вперед, окучивает там новые рынки, то есть они заботятся о своей репутации. Для меня это тоже удобно. Почему там мы с ними там работаем? Да, у них может быть, как кажется на первый взгляд, завышенная какая-то стоимость. Она абсолютно не завышенная. Когда уже разбираешься в деталях и в тех возможных рисках. Потом, возвращаясь обратно к твоему вопросу о ценообразовании, во всем стране, это же напрямую пропорционально времени. То есть цена может быть очень высокой, но реализация может быть очень короткой. Либо цена гораздо меньше, обещанный срок чуть-чуть больше короткого, а по факту этот срок просто бесконечный. Самая большая проблема, например, в нашей деятельности, это столярные мастерские. Если там совокупно посчитать, то есть мы потеряли более миллиона долларов на столярах. На ошибках каких-то, на их ошибках? На их обещаниях и нашей вере. А, понятно. То есть люди берут объем, на старте это все хорошо, прекрасно, даже делаются какие-то образцы, это все согласовывается. Ты смотришь узлы, как тебе кажется, ты во всем разбираешься. Да, в узлах все прекрасно, да, там макап, который они делают, он идеален, но проглотить большой объем, а мы говорим об объемах именно, это достаточно сложно. Это уже производственный процесс. И все, и ты идешь уже, все твои планы по таймингу, они сыпятся, и ты получаешься, выходишь в тираж. Хотя можно было заказать, это очень хороший, кстати, опыт работы там с Ладзера, Рабони с его подрядчиками из Милана, ну, из Италии. Мы делали колоссальный объект со столярной мастерской, одной известной, и они сделали всю столярку по проекту. То есть без объемов, вообще без всего. Объем где-то две с половиной тысячи метров было, квадратных сам дом. Слушайте, у нас все... Все вошло? Ну, с такими потерями, ну, это просто даже погрешностью не назвать, то есть все встало. Все было смонтировано, был шеф-монтаж от них, были наши там какие-то русские сборщики, но все встало. Мы делаем объекты здесь, и у нас не получается с первого раза никогда ничего. По мерам, по всему, все здесь сделано. То есть это, конечно, команда очень важна. Мы провели анализ по последним там трем-четырем объектам. Я могу сказать, мы не то что не сэкономили, то есть цена, если... Она даже не равная, то есть наши чуть-чуть даже бывают дороже самых дорогих, ну, не самых, но очень дорогих итальянцев на выходе. А срок и время мы теряем гораздо больше. Ну, еще очень важный вопрос стоимости продукции. То есть здесь, когда у тебя есть опыт, ты начинаешь смотреть с этой высоты на все реализованные проекты. И ты, у тебя есть стадия принятия. Да, это стоит, но ты понимаешь, почему это стоит. Вначале ты можешь сказать, это какие-то космические цифры просто, да. Потом ты когда пройдешь, ты понимаешь, вот это не учтено, вот это не учтено. И лучше заплатить как бы нормальные деньги, вот, но чтобы не было там дополнительных рисков каких-то, да. Чтобы это потом хорошо эксплуатировалось, да. И вот с этой точки зрения, действительно, это много информации. И ты прав, что наш потребитель, он к этому пока еще не готов. Надо его образовывать. Через YouTube, например, да, вот то, что даже мы сейчас с тобой обсуждаем, это очень полезный диалог, да. И то, что я там, например, в обзорах детальных останавливаюсь на каких-то моментах, да, это тоже очень ценно людям. Они хотя бы начинают об этом задумываться, почему одно стоит столько, а другое вот по-другому. Друзья, я хоть вначале сказал, что у меня Денис в гостях. На самом деле мы у Дениса в гостях, у нас необычный подкаст, потому что у нас есть возможность посмотреть, в каком доме живет девелопер, то есть профессионал, который этим занимается. Денис, обычно я, когда презентую дома, я рассказываю про какую-то идею, архитектуру. Какая у тебя вообще идея этого дома? Ну, идея была выношена годами и наших потребностей. То есть это квинтэссенция твоих компетенций, опыта и так далее, да? Нет, ну, хотелось, во-первых, попробовать какие-то вещи, которые у меня было возможности испытать на каких-то своих проектах, которые коммерческие или еще что-то, например. Например, здесь я убрал полностью ворота, потому что они создавали излишнюю такую, знаешь, закрытость. Убрал, в смысле ты их сделал и потом убрал? Нет, они были в проекте, они даже были куплены, но мы их не стали ставить, потому что они немножко ломали концепцию. Высота забора, то же самое, расческа, так называемая, такая практически ее не видно. Кто придумал вообще идею эту? Есть какой-то автор там? Я бы сказал, это коллективное творчество большого количества людей. В этом задействовано много организаций и архитектор, не один у нас был на этом проекте. Но все это делалось в общей коллаборации, то есть это безразрывное творчество. Ну, то есть ты идеолог сам этого проекта? Нет, ну как, я же, конечно, дом строю для себя, это моя профессиональная деятельность. Техническое задание на проектирование досконально составлял, безусловно, я. Знаешь, иногда любят архитекторы, говоришь, у меня основная идея дома такая-то. Вот у тебя какая основная идея? Расположение на участке дома, отвечающего твоим потребностям. Я считаю, что ребята справились на отлично. Основной момент, чтобы не было с внешней стороны дома вообще практически видно, то есть у нас есть фактически одно единственное окно и входная дверь с гаражом, больше ничего нет. На самом деле все окна сделаны в правой части, которую видно с той стороны, когда ты едешь. С внешней стороны основная задача дома была сделать его максимально невидимым. И дом, он разворачивается, то есть когда ты заходишь как внутрь дома, так и когда мы пойдем с правой стороны, то есть он будет открываться и открываться. Вот это закругление, я все чаще и чаще вижу эти элементы. Квадратный дом, да, но тут раз, такое пошло закругление. Это вот осознанный выбор? Да, да, конечно, но это классический прием. Такие вещи были сделаны в Баухаусе, огромное количество домов в Тель-Авиве подобного. То есть без такой обертки, но с такими приемами. Ну и потом они дают абсолютно другую динамику. А дверь прозрачная у тебя, да? Дверь полностью прозрачная, черное стекло. С этой стороны мы ничего не видим, с той стороны мы видим все. Классное решение тоже, да. То есть там у тебя светлый холл снаружи. Отсюда вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно, да. Ребят, всем привет. Так, это кирпич у тебя отделано, да, все? Да, это Санта-Сельма, итальянский кирпич, ригель длинный. А, это кусочками? То есть он не полукруглый? А как ты можешь полукруглый сделать? Кирпича же не бывает полукруглым. Это пример. То есть мы пилили его на маленькие кусочки, стыковали. Слушай, это вот если только прийти и посмотреть, а издалека вообще кажется, что как будто... Никогда в жизни увидишь, конечно. И радиус прям такой классный. Так, обрамление окон. Базальт, петробазальтино. То есть полностью сделаны все откосы из этого базальта. А он же... Он же цоколь, да? Да, с этой стороны, если мы посмотрим на дом, то есть все окна, все санузлы, они выходят на эту сторону. А, мы окна не видим, но они светлые. С фронтальной части их вообще незаметно, а с этой стороны они все выше. Это только санузлы. Супер. А вот здесь какой вообще узел? Это сделан дренаж дополнительный, который от стен идет и от дождя. То есть такая отсечка небольшая. То есть вообще дренаж сделан здесь напорного типа, ливневка. То есть это полностью герметичные трубы, собирающие воду со всей так называемой плоской кровли. То есть на случай, если у нас будет какой-то колоссальный ливень... Она... Такие периодически бывают. Сейчас бывает, да. Мы же в тропиках уже почти живем. То есть она полностью собирает всю воду, уходит под землей. Она, по-моему, у нас минус метр семьдесят, соединена по всему контуру здания и выходит дождеприемник. То есть просто, когда большой дождь, она работает как помпа. То есть она ее засасывает сильно туда. Это ты имеешь в виду, это из крыши тоже? Да, да. Понятно. О, это угловое окно. Структурное остекление, да, получается? Да. С внешним углом сделанным. Видишь, он минималистичный получается. Его вообще не видно. Один стеклопакет с выходящим наружу стеклом, а этот с меньшим. И он таким образом крепится. Классическая компоновка – это когда два стекла сходятся, и у нас внешний угол немножко другой, он более толстый. То есть это такая тонкая достаточно работа. Ну да, здесь уже с точки зрения окон совершенно другая история. Я понял, что ты говоришь, когда дом раскрывается, раскрывается и раскрывается. Это получается такой внутренний дворик? Да, внутренний дворик. Если мы пойдем изнутри, ты его увидишь, как он работает на внутреннюю часть дома. Ну и на внешнюю тоже очень неплохо. Откуда у тебя вот такое решение, например, делалось? Это ландшафтный дизайнер компании, с которой мы работаем. Мы это полностью делали они от начала до конца. А вот именно с точки зрения архитектуры, что надо создать такой внутренний дворик, который практически полностью остеклен. Потому что у нас есть, например, вот этот детский блок, это зона гостиной. То есть когда мы находимся внутри, в вечернее время суток, мы очень четко видим вот эту всю сторону. То есть в игровой мы видим, когда дети горит, свет не горит. Но они при этом в своем углу, их не слышно, только видно. Конечно. И это полностью вся зона просматривается. То есть ты ее просто видишь. Да, ну и плюс еще холл у тебя, такой свет получился, лестница тоже. Нет, вот эта зона, она вообще дает основное освещение в дом. То есть что такое холл? Мы через него каждый раз проходим. Мы идем туда, мы идем обратно. То есть он нам, хочешь не хочешь, создает какое-то эмоциональное настроение. Поэтому это очень важно иметь правильное его позиционирование с точки зрения стекления, света, вида и всего остального. Здесь хороший прием, вот то, что второй этаж тоже сделан насквозь просвет. И мы видим деревья, которые уходят наверх. А еще в отражении видим деревья, которые там стоят. Как будто бы они вот все... Это как раз тот самый случай, когда мы с тобой обсуждали. Участок к участку всегда рознь. Фактически эти деревья, они не имеют отношения к нашему участку. А, они на соседнем стоят. Они вообще на соседнем. Но тебя как-то это ограничит, что они, ну как... Нет, вот они мои деревья. Кто может закрыть вид на эти деревья? Конечно, никто. Что у тебя за водосточные трубы? Вообще это обычная канализационная рыжая труба. И у нас был сделан под эту трубу медный кожух. Почему канализационная? Потому что, еще раз, у нас напорная канализация, то есть она должна быть 100% герметичная. Поэтому любое использование... А водосточных систем нет таких труб, которые прям герметичные? Металлические, со временем не герметичные. Почему? У тебя солнце... Вот потрогай, она прям горячая. Ну да. То есть она имеет какое-то расширение металла. Поэтому он не герметичен. И когда мы сделали этот кожух медный, она получилась такой громоздкой, такой некрасивой. Поэтому было принято решение убрать этот кожух. И один из декораторов, который у нас занимался с оформлением внутри лестницы и всего остального, они сделали это трех-четырехслойная покраска с грунтовкой, с металлическим эффектом. Слушайте, ребят, ну посмотрите, какие можно делать интересные решения. Просто из канализационной трубы сделали как бы часть элементов фасада. Нет, у нас просто другого выбора не было. То есть если бы решение было немножко другое, можно было бы немножко по-другому. В этом случае это было, на мой взгляд, одно из правильных решений. Слушай, а получается у тебя такой достаточно рельефный участок. Слушай, да, здесь перепад, по-моему, был 130, если не изменять память. То есть смысл, почему сделали так, чтобы дом был в одном уровне, чтобы не было ни одной перепада внутри. Конечно. Да, а здесь мы разыграли эту историю, что внутри у нас такой небольшой садик, там какая-то детская площадка, хранение. Здесь зона кострича, ну уже осень, убрали сами все основы этого дивана. Вот это очень приятно, кстати, эта площадка получилась. Потому что, чтобы там был прямой доступ у тебя в зону, когда приходят гости. А, там степенное снижение, ага. Да. Ну и была задача, то есть мы не хотели никаких больших деревьев, я не знаю, как это называется, но очень, как сказал один мой товарищ, простенькое у тебя, любедненькое. Нет, ну смотри, если бы здесь что-то такое было большое, оно просто съело этот воздух, который при небольшом участке все равно очень нужен. Ну, конечно, задача была, чтобы на себя не брало ничто какого-то большого акцента. У тебя, наверное, нет газонокосилки, потому что у тебя нет газона, да? А это был осознанный выбор. Люди, которые делают себе газоны, они должны понимать, что с газоном идет садовник, который живет в доме, и нужно раз в два дня его обязательно купить. Ну, за этим тоже надо ухаживать. Безусловно, но не раз в два дня, то есть гораздо реже. Так, ну я так понял, что у тебя дети, да, резвятся. У нас нет решения использования именно этого пространства. Мы, к сожалению, живем, или к счастью, не в той погодной зоне, которая позволяет использовать этот полностью сезон. Конечно, диванная, шикарная, огромная группа, где можно было бы сидеть, имеет место быть. Но в наших климатических условиях насколько это реально? Ну да. Реально? Можно. Реально, да, да. Сколько мы будем ее раз использовать? То есть это вопрос. И из чего она должна быть сделана? Да, поэтому на сегодняшний день это наше такое вот временное решение. Ну что, дети уже заехали, им все нравится, да? Мы только заехали, у нас две недели мы как переехали, здесь все побросано. А, это вообще все... Это все временно. У нас не пришел свет, это временные светильники, которые стоят. То есть половина мебели не пришло, то есть у нас много куда-то опоздало, что-то пропало. Ребят, так что это мы сейчас смотрим еще не готовый продукт, поэтому не надо быть строгими в комментариях. Не-не, ну... Да это не продукт, мы просто прошлись посмотреть. А вот эта зона как будет использоваться? Да никак, дети используют это вообще как площадку, то есть у них какие-то там проходы, что-то они делают, то есть там у нас какая-то заказана лазилка, какая-то песочница, то есть это чисто детский уголок. Чисто детский уголок. Хочешь, когда в детстве у нас были какие-то, мы играли, штаб какой-то. То есть это вот такая у них история. Да вообще все для детей. Все для детей. Пойдем. Так, это типа такая барбекю-зона. Это, да, что здесь жарится, что-то готовится, то есть принципиально всегда было желание, знаешь, когда какие-то вещи ты делаешь с большим количеством дыма, это всегда очень бесит твоих родных. Поэтому на улице, пожалуйста, никто тебя не трогает, готовь все, заготовь все. И одесто, что у нас за забором свободный доступ, поэтому у нас есть такая колючая проволока. Тебя она не смущает? Дело в том, что мы здесь не бываем. То есть фактически в этой части дома я бываю, когда здесь что-то происходит и готовится, а больше здесь нет. Ну, береженого, как говорится, Бог бережет. То есть с точки зрения безопасности это решение. В лишний раз просто похит даже. Нет, просто был вопрос, можно было поднять забор, то есть на высоту, как у нас делают во многих местах, и тогда ты забираешь полностью весь этот вид, за который мы, собственно, и боремся. то есть во всех этих местах. Либо вот такая история. Слушай, а вот вышка там, что это такое? В эфире нельзя говорить, что это такое, но это не линия сотовой связи. То есть ты изучил этот момент и понял, что там негативного воздействия нет? Нет. От них? Нет. Так, лестница, видимо, на второй этаж. Эта лестница у нас сделана на втором этаже квартиры персонала, у них свой полноценный вход. А дома нету? Только тогда, да. Через улицу, понятно. Так, здесь у нас агрегат стоит. Пользуешься? Слушайте, ну честно, сколько друзей мне говорили, говорят, не вздумай ставить, два раза залезешь, все, больше никогда не будет. Выброшены деньги. Хоть мы недавно заехали, каждый выходной дети оттуда просто не вылезают. То есть это такая штука, прям... А, то есть он сейчас в боевом состоянии, да? Нет, он, конечно... А он всегда, он на всю жизнь в боевом. А, да, тепленькая водичка, да? У него же смысл в том, что он же на зиму не спускается, это круглогодичное использование, за счет того, что он теннами подогревается, у него внутри создается микроклимат, то есть там всегда плюсовая температура, и просто у нас трасса в подогреваемом кофе лежит. Это выход с зоны отдыха, это баня. Баня у нас такая на дровах, то есть мы ходим в баню. Печка прям такая, я покажу сейчас. И вот это внутренняя зона с другой стороны. То есть совокупно, если посчитать ту зону и эту, я не испытываю какого-то дефицита пространства. Например, если мы посмотрим на какие-то соседние участки, то вот есть основное здание, а есть огромный участок, который уходит за здание. За здание двор, типа, да. То есть как его, как его эксплуатировать? То есть эксплуатировать потом что-то строить? Окей, ты всю жизнь в стройке. То есть знать, что у тебя есть участок, ну окей. Если мы посмотрим назад, у меня весь этот участок визуально, то, о чем мы опять же говорили. То есть я вижу все деревья, здесь не один гектар. Я вижу эти деревья, посмотрите на расстояние сотни метров. Я вижу все вот эти деревья, то есть тогда в чем ты имеешься в участке? Ты еще за ними не ухаживаешь. Да. А здесь, ну, какая-то, еще кусты не распустились, да, или что? Это только посадили, это соседи наши сажают, дай бог им здоровья. Это не мы сажаем. Мы уже заказали здесь просто такую гряду из туй высоких, чтобы отгородиться от этого и не убирать верхний вид. Но пока не сделали, то есть пока не будем, наверное, делать. А может, сделаем. С соседями вообще дружите? А это нет еще соседей, это они строят. С соседями дружим, конечно, со всеми практически. Слушай, очень интересный забор. Мы эту идею тоже где-то подсмотрели, в одном из наших проектов такое сделали. Этот забор мы заказывали, то есть он у нас иностранного производства, а подобного рода делают питерская компания, Топзабор, по-моему, называется. Единственное, что у них нет вот этой планки крепления, он не какой-то достаточно мощный и под грунт. А у нас была задача сделать декоративного характера. Ну, тем не менее, это не смешно. Как вы сохраняете деревья? Это была целая такая войсковая операция, потому что дерево достаточно близко идет к фундаменту, отрывался каждый от слова «отрыть» корешок. Был человек, дендролог он называется, или как? Арборист. Какой-то барист, который каждый этот корешок как-то упаковывал. То есть, ну, это такая была целая история, чтобы сохранить собственно дерево. То есть, оно находится в непосредственной близости, то есть, это достаточно тонкая работа, чтобы сохранить такое дерево живым. Ну, по результатам строительства, он же, наверное, приехал, посмотрел, как бы, все нормально, все будет жить, да? Да, нет, они его кормят чем-то, что-то подсыпают, там целая история. Пока говорит, что все хорошо. Понятно. У меня же тоже дерево, которое пытаются хранить, там, правда, не сосна, а елка, но это будет у нас, я хочу из нее сделать новогоднюю елку в поселке. У меня участок прямо на въезде и вот такая большая ель, думал, гирлянду на нее повесите. Всегда сохранить это лучше, чем что-то новое посадить, хотя никогда не поздно что-то новое посадить. Здесь у нас больше такая техническая история, да? Это внешний блок кондиционирования. Да, то есть, у нас пришло ограждение, которое почему-то было достаточно большим. ты хотел это оградить? Да, и он как-то занял все полностью пространство, и это было некрасиво, и мы его пока демонтировали, выбрали, и решения тоже нет. Но меня не смущает, он в таком виде. Может, так оставить, и окей? Пока, да, то есть, посмотрим, как будет дальше. Понятно. Ну и, собственно, въезд в гараж, и еще, по сути, два машины места под навесом. Внешне посмотрели, давай внутри еще какие-то моменты. Ну и, конечно, ты прав, у нас не хватает квалификации у продавцов, назовем их брокерами, потому что нет никакого обучения в этой сфере. Хороший пример, мне просто понравилось, я какое-то время жил в Америке и сталкивался с вот этими так называемыми риелторами, брокерами, маклерами. В Америке есть три стадии в этой профессии. Первая стадия это агент. Агент не имеет право заключать сделки, но даже чтобы стать агентом, ты проходишь не то что стажировку, ты сдаешь экзамен, есть ассоциация так называемых риелторов, это достаточно серьезная организация, это лицензируемая деятельность, то есть ты первая стадия агент, проходишь эту стадию там какое-то время, сдаешь экзамен на следующую ступень, это получается там, я не помню, брокер или кто-то еще, у тебя больше немножко шансов, ты уже имеешь долю со сделок, и третья, последняя стадия, то есть у тебя должен быть какой-то стаж работать, у тебя должно быть какое-то количество заключенных уже сделок, без этих сделок в каком-то ценовом сегменте, ты не можешь пойти на третью стадию, третья стадия это риэлтор, то есть риэлтор, это топ в Америке, если у тебя лицензия риэлтора, то у тебя за плечами огромное количество сделок, то есть ты, будучи риэлтором, должен, по-моему, еще подтверждать свой статус какого-то количества времени, то есть если у тебя нет сделок, значит ты как-то плохой риэлтор, и риэлтор имеет самую большую долю с продаж, в Америке, кстати, у них, если мне не изменяет память, риэлтор получает 5-6% со сделки, это абсолютно регулируемая вся история, это абсолютно законные какие-то выплаты, ну и вообще американцы относятся немножко по-другому, недвижимость для них это достаточно, ну, один из самых важных этапов жизни, это капиталовложение, то есть они, когда покупают дом, они сразу думают, как его продать, это, кстати, очень тоже интересный момент, они его хранят, ну, максимально пытаются его сохранить, в Америке существует страховка, ты можешь застраховать свои коммуникации, инженерию в доме ты можешь страховать, данная страховка, если она продлевается на все время владения тобой дома, напрямую влияет на его стоимость впоследствии, решил продать дом, у тебя приходит оценщик, ты ему эти бумаги все показываешь, и специалист говорит, да, там у тебя мрамор, столярка, инженерия, мебель в таком состоянии, там, т.д. и т.б., моя оценка такая, с коррекцией на рынок, все, ты говоришь, окей, у меня там дом стоит там 10 миллионов, но я хочу 12, это уже предмет разговора с риэлтором, потому что риэлтор, который доносит информацию до конечного потребителя, говорит, слушайте, да, оценщик оценил его в десятку, но, посмотрите, какие у него коммуникации на входе были, не такие, как все остальные, то есть у него они заведомо были там хорошие, это уже работа непосредственно, то есть так там строится рынок, как у нас строится рынок, вот расскажи мне, даже твое интересное услышать мнение. В основном риэлторы, брокеры, они всю информацию запрашивают у продавца, вот что ему сказали, тонны транслируют, да, мы немножко, конечно, по-другому подходим, потому что, во-первых, у нас есть компетенции в строительстве, в девелопменте, если мы беремся за продажу какого-то конкретного дома, мы его изучаем досконально, препарируем его полностью, пытаемся выявить его преимущества. Конечно, у любого объекта могут быть недостатки, в этом случае я разделяю недостатки на объективные, там шум, например, не знаю, плохая планировка, локации, соседство и так далее, вот, но эти недостатки, они должны отображаться в цене. Есть субъективные недостатки, которые для одного человека это норма, другое скажут, ну, не знаю, сплит-система висит, ну, висит и висит, мне не мешает, а другой скажет, не, ну, я хочу, чтобы все скрыто, были только канальные кондиционеры и так далее. Вот, так препарировав дом, мы можем, как бы, вот эту ценность донести, но, к сожалению, мало кто делает это и мало кто умеет. Вопрос, мы выяснили, что вы делаете, а что чаще всего у тебя спрашивает покупатель, какие вопросы они задают? Вот, он приходит, говорит, Алексей, я хочу купить дом, там, у меня семья, у меня пожелания по локации, у меня есть бюджет, то есть, с чем приходят вот эти люди? Ты знаешь, проблема нашего рынка, я об этом неоднократно говорил, в том, что у нас нет услуги для покупателя, мы так за эти, там, 25 лет существует наш рынок элитной недвижимости, вот, мы так разбаловали покупателей, мы, это я имею в виду агентство недвижимости, брокеры, как бы нам они не платят комиссию, ну, соответственно, мы не можем оказать им полноценную услугу, где мы бы вот разобрались реально в потребностях его, мы бы, зная рынок и плюс еще под конкретный запрос, там, проведя какие-то изыскания, предложили ему все объекты, возможно, не только те, там, где нам платят комиссию, вот, к сожалению, сейчас такой услуги нет, у меня одна из задач, следующая, вот, мы сейчас упаковали услугу по продаже и услуги по собственнику, да, вот, теперь мы хотим упаковать эту услугу для покупателя, ну, как бы, вот, в идеальной картине, как бы я подошел бы, да, первое, я бы снял все потребности у этого покупателя, сделал вот максимально подробный бриф, вплоть до того, там, какие привычки, там, да, какой состав семьи, как часто приезжает, там, родственник, любит ли он, там, тусовки и так далее, то есть, вот, набор вопросов, который мне даст понимание, что ему нужно, дальше, зная рынок, я бы ему сказал вообще, на что стоит рассчитывать, с точки зрения, там, цены бюджета, плюс я бы сориентировал его, готов ли он такие деньги тратить, потому что одно дело, есть деньги, а другое дело, готов ли он тратить. Просто, извини, перебиваю, мы здесь вернулись, с чего начали. Допустим, у меня двое детей, да, я люблю, допустим, тусовки, я хочу жить на Рублево-Успенском шоссе, ты говоришь, какой, Денис, у тебя бюджет, я говорю, ну, слушай, ну, у меня бюджет, там, ну, например, от трех до пяти миллионов, ты скажешь, хорошо, я тебе завтра предоставлю 25 вариантов. Это как сейчас работает рынок. и ты мне предоставишь их. Да, да. Да, мне там может что-то понравиться, что-то меньше, что-то больше, точнее, меньше. Потом, я говорю тебе, мне не нравится, слушай, вот это все, ты говоришь, ну, нам нужно увеличить тогда бюджет, я говорю, окей, насколько, ты говоришь, ну, давайте посмотрим 6-8, я говорю, ну, ладно, окей, смотрим 6-8, мне нравится чуть больше, но до конца, и так же может до бесконечности, то есть я про то, что под мое представление, есть же все бюджеты вообще, то есть на какие хочешь. Возвращаясь к самому началу, по элитному за миллиард девелопменту, он сложен, знаешь чем, большинство проектов в этом бюджете, плюс скорее, да, строится уже заказчиком под себя и самим. В этом проблема, да, что с такого девелопмента, в принципе, очень вот мало, и по пальцам пересчитать можно. Но, один плюс, это окей, есть бюджеты 3 плюс, 4 плюс, как раз они-то и реализуются под себя, со своими потребностями, запросами, и в этой стоимости не только локация, в этой стоимости зашито огромное количество, не только площади, уже совершенно принципиально другой подход к выбору всего, в первую очередь специалистов, а уже за специалистами все, остальное идет. И поэтому, один плюс по какой-то вот такой классификации, мировой, это, ну, такой бизнес-класс. Нет, это хороший, безусловный, такой уверенный бизнес-класс. Например, никого не удивляет, в каком-нибудь порту Сан-Тропе, в августе, когда стоит определенное количество лодок, там, знаете, там лодка с правой стороны, которую в самом конце ее поставили, там, она стоит, допустим, 20 миллионов, а все остальные 50, 70, 100, то есть это нормально, то есть, ну, конечно, это же лодка 100 миллионов стоит, это же лодка, то есть, когда говорят, слушайте, дом стоит 35 миллионов, что же это за дом-то за 35 миллионов, где такие цены, не существует такого, вот как так, понимаешь, вот как-то в сознании у нас машины, лодки, любая механизация, она как-то легла, и мы как-то понимаем, а как-то в стройке мы, не-не-не, ну, как так, не может быть такого, я уверен, что люди, которые владеют какой-то вот этой механизацией, очень дорогой, то есть, они-то и живут в тех самых домах, которые выше Ерда на много, порядка. А где вот этот водораздел тогда получается, назовем его делюкс-сегмент, не знаю, по площади, например, да? Ну, безусловно, площадь, конечно, то есть, есть дома средние, из нашего опыта, это 3,5 тысячи метров, для семьи из 4 человек, ну, там, комментарии владельца, то есть, я спрашиваю, вы пользуетесь вот всем тем, что у вас сейчас есть? Он отвечает простыми словами, он говорит, слушай, в моем доме живет определенное количество людей разных, говорит, и мне нравится, что я в правое крыло свое захожу и ухожу, я не знаю, кто там в этом доме, меня это очень сильно устраивает, то есть, когда человек в занятости, усталости, или наоборот, там, то есть, у него есть своя история, то есть, и он говорит, я в доме не пересекаюсь с какими-то людьми, которые, ну, допустим, мне не нужны, и при всем при этом все живут там, все прекрасно и хорошо, например, это маленький из примеров, а по поводу функционала, вот я хотел рассказать одну вещь, с 2013 года мы пришли на строительство домов с полноценным цокольным этажом, то есть, ну, в среднем высоту мы делаем, там, три с половиной метра, окей, мы делаем там какую-то винную комнату сделаем, делаем какое-то хранение, там, какие-то там вещи, а дальше вот у тебя остается 500 метров, что с ними делать? Вот у меня было два проекта интересных, один был цоколь 800 метров, на всей площади они сделали полноценный детский супер крутой аттракцион, это просто лунопарк, у них четверо детей, все праздники, огромное количество мероприятий, дни рождения у всех детей в разное время, то есть, они принимали у себя, то есть, и вот этот был такой вот проект фантастик, конечно, он никому не нужен, то есть, его продавать как коммерческий, это невозможно, то есть, но реализация была суперская, а второй заказчик сделал и все, цоколь, он так увлекающийся парень, молодой, занимается там каким-то квадроциклами, они куда-то ездят, он охотник, гонщик автомобильный, и т.д. у него целый цоколь, у него разделен, как в таком, знаешь, фильме про будущее, стеклянная стена, отдельные помещения, и каждое помещение у него сделано под разный вид своей деятельности, какие-то хобби у него разные, хобби, да, то есть, я говорю, а как у тебя же, он говорит, слушай, ну, чтобы ты понимал, с точки зрения охоты, у меня по охоте самое большое помещение, там 52 метра, потому что, говорит, это разная одежда, это разное время года, он говорит, ну, слушай, ты думаешь, я зимой на охоту, что, в одном и том же хожу? Нет, это разная, сама по себе, говорит, охота, и реализация была просто пятерышная, это очень красиво получилось, ну, и вообще, когда есть избыточная площадь какая-то, маневр у тебя есть, чтобы из этого что-то сделать, и гораздо хуже, на мой взгляд, когда у тебя этого маневра нет, то есть, тебе кажется, что все хорошо, через два года тебе дети выросли, что-то у тебя появилось новое, а ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, да, в целом, 90% проектов, они создаются под сценарий текущий, и редко подразумевают какие-то изменения возможные в семье, в своих увлечениях и так далее. Столько домов выставляется на продажу в том числе, потому что уже не подходит, не только там устарели, да, или там новые поселки появились, но еще и дома уже перестают подходить. Самая классическая схема, когда строится первый дом, дети маленькие, ты делаешь детские комнаты, пока ты строишь дом, дети уже немножко выросли, и эти детские оказываются еще совсем немного детскими, а с самого начала ты не заложил площадь комнат, чтобы они были не детскими, а т.д. и т.п., а почему ты это сделал? Потому что архитектор так сказал, а времени у меня не было, в итоге ты живешь, дети еще больше растут, ты начинаешь строительство второго дома, потому что дети уже подростки, то есть ты делаешь уже вроде полноценные комнаты, вкладываешь, у тебя больше ресурс появляется, то есть ты достраиваешь этот дом, вы все переезжаете туда, и детей отправляешь учиться в Лондон, в бординг какой-нибудь, я не знаю куда-то. Окей, ладно, все есть, все хорошо, ты вроде счастлив и доволен, но оказывается, что дети возвращаться-то оттуда не собираются, зачем нам этот 2000-й, ну какой-то большой дом, и появляется третья стадия дома, ну небольшой, ну в кавычках небольшой, у всех это опять разная такая, вот такая революция. Так, друзья, ну сразу оговорюсь, это у нас не классический обзор, потому что Денис здесь еще обживается, поэтому мы отдельными моментами какими-то что-то покажем. Кстати, видели нас или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, это у нас прихожая, и соответственно вход в гардеробную. Гардеробная, вход в гараж, из гаража. Слушай, ну очень светло, просторно, классно. Денис еще показывал интересное решение, к сожалению, мы вам его не покажем, но я вам расскажу, интересная гардеробная, которая состоит из двух частей. То есть одна часть ты почему-то выделил для детей, это вот откуда такое решение родилось? Нет, ну дети, у них полностью свое пространство, в котором они приходят, они могут там делать все, что угодно, и они же с самого детства приучаются за этим следить и убирать там. Потому что когда их запускаешь, они творят чудеса, поэтому у них полностью свой блок, в котором у них вся своя верхняя одежда, обувь, в которой они гуляют, то есть они спокойно заходят, одеваются, раздеваются, то есть тем самым не мешают взрослым. То есть у них зона ответственности своя? Да, и свои, видимо, еще настроенные под них высоты вешалки и так далее. Так, ты используешь в отделке очень много вот этих шпанированных панелей. Со временем надоели крашеные поверхности, всякие штукатурки тяжелые, а столярка просто не требует за собой такого ухода, соответственно, срок службы у нее гораздо выше. Потом она в дне времени, то есть мы можем оказаться в доме 70-х годов, в доме там сегодня 23-й год, все то же самое, ничего не меняется. Моя была идея, ты задавал вопрос, то есть сделать дом вне времени. Я не могу сказать, что он суперсовременный. Он, я считаю, в каком-то своем роде классический. Так, здесь вот такие интересные выключатели, да? Да, да, да. Но они не умные, потому что умный-то он как бы возвращается, у тебя такая классическая электрика, да? Я не использую умный дом, в доме осознанно, то есть он не нужен, потому что с умным домом ты покупаешь инженеры, которые обслуживают тебе этот умный дом всегда. В предыдущем доме у меня стоял полноценный умный дом, а огромное количество времени тратится на его обслуживание. То есть постоянно что-то вылетает. То есть у нас человек, который за ним следил, он далеко не отъезжал от нас. То есть была трагедия, если он уехал в отпуск. То есть мы играли в эту историю, то есть у нас стоял какой-то блок, который следил за сторонами света, то есть когда помещение нагревалось, то есть он выключал там одно, включал другое, потом вставал в ошибку. Короче, умный дом вас перехитрил, да? Оказалось слишком. Причем с разными компаниями мы работали. То есть нет, все работает прекрасно, но в один прекрасный момент ты забыл заплатить, допустим, за интернет, и все. То есть Гришик обратно приезжает, и вот он сидит, там что-то колдует. Недостаточно просто оплатить интернет, чтобы все заработало. Нет. Здесь есть какая-то автоматизация, которая позволяет там с одной кнопки выключать весь свет, можно менять режимы, то есть он автоматически может включаться в вечерний режим. Просто потенциал лунного дома на всех объектах, которых мы ставим, его используют там, ну просто на 10%. Здесь у нас гостевой блок, то есть гостевой санузел, там детская игровая, гостевая спальня. Могу игровую показать? Да, давай заглянем. И вот очень интересно, территория детей. Потому что в целом-то эти дома ради детей и строят, и делают. Ну фактически, да. Слушай, ну очень компактно, но при этом свой уголок. А пользуется спросом? Да, очень сильно. Единственное, что я бы сделал больше, конечно, раза в два. То есть здесь тебе кажется, что ты зря сэкономил на площади, да? Да, я не сэкономил, то есть не было возможности просто больше ее сделать. То, что эффекты, говорил, там гостиная, то есть мы всегда видим, что дети находятся здесь, как они играют, что здесь происходит. Здесь незаконченный еще бассейн. Water Fitcher, так называют. Water Fitcher, да. То есть просто гладь воды, которая находится под лестницей. Лестницы, к сожалению, тоже еще не сделали. Рыбки? Никаких рыбок нет. Челепашки? Нет. Просто вода. Вот как раз тот самый случай, когда мы снаружи не видим того, что мы видим изнутри, для чего это сделано. Вот этот второй свет большой у тебя, когда ты заходишь, такой вот обзор. То есть у тебя второй свет только вот в этой части, в гостиной ты не стал делать? Нет, нет. Мне он там и не нужен. И я считаю, что второй свет должен быть оправдан с точки зрения площади помещения. То есть должна быть ширина, длина, равная высоте. То есть, соответственно, есть определенные пропорции. Чтобы второй свет иметь, нужно иметь, извините, очень большую площадь. Дом еще без искусства, искусства нет. То есть здесь много места, площадей там. А сколько толщина вот этой штуки? Стойка 5 сантиметров, по-моему. Шты или пять, да. Ну да, они вроде бы массивные за счет вот этой глубины, но на самом деле все изящные. Вот если напрямую смотреть, очень так тоненько. Потом это проходная зона, коридор. То есть мы не стремились, чтобы поставить сюда скайфрейм именно в это место. То есть у тебя это кухня-столовая-гостиная, которые разделены вот таким вот... Да, была задача сделать один единый блок. Опять же, места мало. Все-таки дом не очень большой. 960 метров, в который мы кое-как втиснулись. Это всегда... Удивительно, вот просто удивительно. Причем ты как специалист, я хочу обратить твое внимание на КПД. То есть коридорного коэффициента здесь практически нет. Да. То есть, например, у нас этот коридор, он очень четко обоснован, это прямая линия, без которой мы не можем обойтись. И она декорирована таким образом, чтобы она была как парадной зоной. Здесь у нас тоже под лестницей пространство, ну не знаю, там вот два квадратных метра, которые там можно назвать коридорным коэффициентом. Здесь находится у нас круглое стекло и полностью такая уличная дверь. Для чего? То помещение, это вторая кухня с открытым огнем и выход есть в баню, чтобы можно было там делать гриль, полностью звукоизолируемое пространство. В случае, если дети пошли спать, а гости остались, то есть мы спокойно уходим туда, закрываемся дверь, и все, и ты находишься там. Да, лестница все равно это все. Нет, нужно четко понимать, когда у тебя есть лестница в каком-то громком пространстве с выходом наверх, все звуки там. То есть очень часто бывают люди, когда покупают дом, это на собственном опыте было, они говорят, что нам делать, нам нужно как-то звукоизолироваться, мы не можем, потому что вот такая ситуация. Исходя из этого опыта, то есть у нас появилось и это пространство. Либо одноэтажный дом строят. Либо одноэтажный дом, да, это абсолютно тоже такая ликвидная штука, которая может быть. Слушай, а вот почему две лестницы у тебя? Там детский блок, это мастер-блок. То есть у нас есть доступ в мастер спокойный с этой стороны, у детей с той стороны. Второй момент. Наверху есть две спальни. Возможно, когда-то мы хотим продать дом, кто-то захочет иметь быстрый доступ к себе в спальню прямо сейчас и не ходить по всему этому дому. Там возраст, там все что угодно можно назвать. Поэтому это с точки зрения логистики продуманная. Слушай, очень круто. Тоже я такого не встречал, например. Обычно делается одна лестница и все, и вторая для персонала. Ты понимаешь, что две лестницы стоят как две лестницы, а не как одна. Тем более вот такая лестница. Это же вообще произведение искусства и часть интерьера. Как тебе она, кстати, в эксплуатации? Мне очень удобно. Здесь используется кожа буйвола, воротниковая часть, потому что она очень толстая. Проблемы с этой лестницей были колоссальные. Это мой первый был опыт заливки бетоном подобного рода лестницы. Когда вы решите это дело, то есть необходимо делать очень четкую подоснову именно вот этой части. Почему взяли толстенную вот эту кожу, чтобы скрыть все неровности? Потому что, как они старались, не смогли рабочие вывести поверхность, чтобы она была ровная, красивая, чтобы можно было использовать там более тонкую кожу или какой-то еще материал. Поэтому вот это первое появилось. Второе, то, что декоратор сделал вот эти наплывы, то есть это имитация под оловянную какую-то историю, я не помню, как называется этот прием в архитектуре, чтобы некая часть в интерьере выбивалась из общей концепции. Но она явно выбивается. Я не совсем был, например, согласен с таким решением, но сейчас я уже привык и мне абсолютно ничего не мешает. На выходе экономия, которую мы планировали сделать, отлив вот эту историю без какой-то суперправильной опалубки, как раз привела к каким-то гипердополнительным тратам и всей вот этой истории. Поэтому если у кого-то, например, у архитектора или у конструктора есть правильное решение и он понимает, что нужно сделать, то лучше это сразу сделать, потому что потом это было бы сложнее. То есть не каждая оптимизация в конечном итоге может добиться своей цели? Если ты не знаешь, как она делается, эта оптимизация, или делаешь рифтерос, как правило, ты, скорее всего, ничего не с оптимизируешь. Понятно. Слушай, ну и очень уютная, конечно, у тебя гостиная такая. Ну, гостиная тоже была сделана именно с тем прицелом, что она не очень маленькая, но она и не какая-то огромная. То есть здесь есть возможность размещения достаточно большой компании, можно спокойно сидеть. Нет у нас, видишь, никаких консолей, акцент сделан на каком-то камне, то есть у нас крашеных поверхностей здесь нет. Слушай, у тебя очень много мебели, все это вижу, иностранные бренды. Как ты сейчас в этих текущих условиях занимаешься комплектацией? В общем, несколько же объектов, это вся команда, которая... Нет, нет, мы вообще не занимаемся. Я говорю, что, как правило, мы отдаем на откуп, если есть такая возможность, там студиям, которые ведут проект, часто это бывает гораздо выгоднее, чем самому заниматься, потому что, помимо того, что тебе нужно заказать, тебе нужно согласовать все эти цвета, все ткани, все остальное, просто мы выстраиваем другие отношения. Например, моя структура это не конечный потребитель, то есть мы... А, мы зарабатываем на этом деньги, Б, мы вкладываем в это деньги, С, мы эксплуатируем уже объект после, еще неизвестно, какое время, потому что дом может продаться у тебя быстро, может через полгода, может через год, то есть все равно это все равно все это стоит денег. Я пользуюсь своим служебным положением и, конечно, эксплуатирую все эти ходы, таким образом приобретается, но есть три пути, то есть если есть определенная договоренность с так называемым генподрядчиком попроектированных, у некоторых компаний есть достаточно выгодные, очень сильные условия, которые они могут обеспечить. Второй момент, мы на большие проекты покупаем все в компании Беливидеры, это итальянская компания, которая занимается комплексным подходом, то есть они делают полностью все и столярку, и мебель, и сложные элементы, и все остальные. это у кухни у них, там двери. Третий момент, иногда мы прибегаем к услугам таких компаний, как Flat, у них тоже достаточно огромный выбор и возможности, то есть по скорости они крупнейший партнер итальянских больших брендов, то есть поэтому у них есть возможность это в отличие от многих других очень оперативно делать, то есть никогда нас не подводили, то есть разные ходы, то есть нет такого одного источника, который бы все делал один. Самое главное, что я усвоил, то что ты не хочешь эту компетенцию внутри своей компании развивать. Нет, нет, мы этим не занимаемся. Давай немножко углубимся в практические вопросы. Вот у нас был замечательный круглый стол как раз с этой же тематикой, там дома за миллиардом, к сожалению, ты не смог там присутствовать, у меня есть вот эти вопросы, которые я всем участникам задавал и тебе тоже хочу это задать. Мы как бы сошлись в целом во мнении, какой минимальный все-таки метраж, где можно комфортно разместить вот тот функционал, который требует эта целевая аудитория. Ну это всегда на одна и та же плюс-минус, это тысяча плюс. Ну 1900, там 1100, 1200 и так далее. То есть просто меньше, чем в 1000 метров стандартный набор тяжело, просто тяжело поместить. То есть что такое стандартный набор, у тебя есть пять спален, это классическая компоновка, у тебя есть какой-то open space, например, living room с открытой кухней или неважно. У тебя есть достаточно скромная спа-зона, без бассейна, без всего, какие-то там площади игровые, полноценный нормальный гараж, какой-то storage обязательно, вспомогательное помещение в виде технической кухни, у тебя может быть постирочная, то есть, я уделяю, например, этому очень большое внимание и как бы сильно удивляюсь, когда люди делают постирочную площадью 14 квадратных метров. А сколько важно? У меня в этом доме постирочная метров 40. Ого, можно на весь поселок перестрахнуть? Нет, ни в коем случае, то есть, у нас одна постирочная, у нас не две, не три, не шесть постирочных, хотя у нас в некоторых проектах есть там постирочная на втором этаже, постирочная на первом этаже, просто это включает в себя немножко другую логистику, у тебя получается лишние какие-то движения, то есть, на мой взгляд, это опять же субъективное мое мнение, постирочная должна быть одна, но она должна быть комфортная, в которой должно все помещаться, постирочная, она же там некий сторидж бытовых каких-то принадлежностей, которые для общего дома, вот и все, тысяча, если ты хочешь... Без бассейна? Бессейн, бассейн, сразу уже 1200. Бассейн 1200, если ты там рассматриваешь вопрос детской игровой, то есть, у меня она очень маленькая, то есть, ну, она компактна метров 16-18, я бы хотел, конечно, ее хотя бы метров 40-50 иметь, ну и все, и когда ты входишь во вкус, то есть, ты выходишь там, ну, полторы, плюс, а дальше уже все зависит от потребности, там, одна, две, три гости, ну, не знаю, все что угодно. А дальше уже это наращивается функционал за счет, там, хобби пространств каких-то, конечно, просто увеличение площади конкретно этих, там, комнат, и так далее. Ну, а какой у вас был ответ у кого-то? 1200 все вот сошлись, но это с бассейном, да, то есть, ну, это вот минимум, вот, как бы меньше не уложится, поэтому, когда я вот показываю дома, там, тысяч метров, и люди говорят, что там, как, или там, коллега наш шериф там строит дома, там, 850 метров с бассейном, да, вот, и говорят, о, как много, нет, на самом деле, это очень мало, то есть, это очень компактные дома. Пришел мой сын, прекрасно, Арон, Денис, Вить, привет, 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 а вот это что? Видеокамера. Это не я, баловался. Это не я, баловался. Ты баловался. А кто баловался, Арон? Это другой мальчик. Как его зовут? Его зовут Хулиган. Хулиган? Правильно, Давай наверх. Я сейчас приду к тебе, хорошо? Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу петь. Давай, ты дуй наверх. Я хочу с тобой отнес, отнес. Сейчас я его отнесу и буквально через секунду к вам вернусь, потому что это невозможно будет. Папа, почему у тебя такая, а вот это что от тебя? Давай, иди. Да, ребят, это жилой дом, вот как вы хотели. Обычно, вы знаете, пустые дома, где уют, там где все дела, вот он, пожалуйста. Есть у нас маленькая зона спа, так называемая, маленькая, маленькая. Давайте я вам покажу стене полностью. А, слушай, мы тут так долго сидели, а я даже не понял, что там спа. Да, то есть такая зона, заходите, пожалуйста. Блин, пинбол. Слушай, я обожаю пинбол вообще. У меня одна из мечт собрать некую коллекцию пинбол автоматов, но я не знаю, она такая вот прям такая далекая, далекая, я никогда даже не подступил. Слушай, это совершенно другое. Это пинбол автомат нового поколения, который включает в себя порядка, если не изменяет память, 70 или 80 игр. Это электронный пинбол, который коннектится в сети, то есть ты можешь с любым человеком в Америке играть или где угодно, то есть ты спокойно... Я такого еще не видел. Нет, это очень такая интересная штука, если ты прям фанат, я тебе даже на 5 секунд его прошу. Это зона отдыха, за стенкой у нас находится парилка, баня, там у нас есть хамам, и здесь просто ты проводишь время после... А, и вот выход. Выход или так, который вы видели. Для меня какой-то новый мир открываешь. В целом, даже не нужно вот ту коллекцию пинбола автомат. Нет, какой смысл? То есть это одна игра. Здесь-то ты можешь рубиться... Мне нравится именно физический шарик, который... А чем он отличается? Я сейчас покажу. Это же профессиональная штука. Здесь даже вон... 1 евро. Значит, здесь есть такая история. Вот мы выбираем FX3. Так, здесь она включается. Это выбираешь игры? Да, да, да. Доски. Посмотри, как они оформлены все. Все сразу там идет. Не, ну это классическая же история. Сейчас я тебя включу. Например, Страж Галактики, да? Запускаем. Но, как играть, помнишь? Вот эти две клавиши, на другие не нажимай, это tilt, tilt, чтобы его там вывести. Я сам не до конца разобрался. Давай, вот эти две. Вот так вот после бани ты выходишь. Вообще кайф просто. Я задумался, куда теперь мне в доме впихнуть. А ты же говоришь... Мало площади у меня. Мало? Я так понимаю, что ты долго будешь играть, да? Все, нет, нам заканчивать. Блин, ладно, я к тебе, может быть, как-нибудь отдельно приеду. Пожалуйста. То есть, здесь полноценная дровяная печь, березовые дровишки. Пожалуйста, можешь присесть. Какой у тебя вид открывается на огонь? То есть, садись. А, ну да, то есть, с этой стороны камин, получается, да? А с той стороны парил. Удобненько сидеть. Вообще, отлично, супер. Все, ты решил телевизор не вешать сюда? Это абсолютно дурацкая история, потому что, если телевизор повесить, то просто там будешь сидеть. Ну понятно, да. Заходите. О! До конца. Здесь камни, там она топится, сюда кидаешь, и получается вот такая история. Здесь хорошее решение, на мой взгляд, со светом, потому что это свет спрятный. Что-то такое тоже японское в этом есть. Конечно, Это же оттуда и была взята идея. Это большие вот эти панели. Вот мне нравятся панели, кстати, в сауне. Современненько выглядит. Конечно, это такая история. Это базальт, открытые полки, то есть у тебя есть пространство. Внешняя баш, это канадский кедр все внутри. А, ага. Здесь душевая. Ага. Душевая сделана, это ведро с холодной водой, в душевой управлении находится... Стройное ведро? Да. А, класс. Ну, то есть ты его нажимаешь, оно льется. Душевая лейка находится слева, управление находится прямо. То есть, чтобы ты когда... Вот это очень правильно. Вообще мало кто так делает. То есть, вот это все время надо вот так вот раз как-то... и две душевые, они абсолютно рабочие. Когда два человека вышат, ты в душ и отдыхай. Здесь у нас хамам. Сделано вот таким вот образом. Чем-то похоже как в Дарине. То есть, такой современный. Современный, да. То есть, это один и тот же проект, который интегрирован сюда. Все. Материал тут другой? Ну, тот же самый цвет, А, понятно. Это как раз тот самый момент, когда ты хочешь одно, а в наличии этого нет. И ждать 4 месяца. Поэтому ты берешь то, что есть. Либо ждешь 4 месяца. Слушай, и здесь как раз выход в зону кухни, которая звукоизолируемая. Тоже она отсюда изолируется. И вот здесь мы, получается, находимся вот в этом пространстве. И выход на улицу, там, где мы были. Я, кстати, недавно узнал, вот это закругленное стекло называется малированное. Малированное, да. А это же, получается, что-то полноценный стеклопакет. Ну, вот он. Просто отсюда накладку я убрал, чтобы он был более тонким, потому что здесь идет такая штука. А так, это видишь, это полноценный однокамерный стеклопакет. Это именно с точки зрения звукоизоляции. Да. Ну и потом, когда открытый огонь, всегда есть такой нюанс. То есть, ну, не знаю, ты можешь жарить шашлыки, образно говоря, а можешь использовать его просто как камин. То есть, при сжигании, при каких-то нюансах моментах, то есть, может дым оставаться, может быть запах. Как камин, да. А здесь еще вставка идет целая такая с подъемным механизмом для гриля. Просто она еще, тоже, видишь, здесь еще строительная такая штука, да. И просто закрываешься, все, изолируешь и от запаха, и от звука в том числе. Так что, вот, когда вопрос есть, стоит ли делать кухню, столовую, гостиную совместную? Вот. Это, на самом деле, очень классное решение. Просто делайте еще вторую кухню, и все вопросы решены. Да, вот, с точки зрения функционала, там, сейчас кто-то скажет, вот, какое бестолковое решение. Например, к нам приезжают друзья, они приезжают с детьми. Вот, нас надо собирать, там, пять-шесть детей на ужин. Мы все вместе за стол уже не можем сесть. Пожалуйста, у детей своя кухня полноценная, со своей едой, со своим персоналом, который все для них делает. А у нас спокойно своя там тусовка, вечеринка, которую никто никому не мешает. Не, ну просто это же жизнь, то есть у тебя есть друзья с детьми? Да, Есть. Вот ты построишь сейчас дом, у тебя будет вечеринка, ты нас пригласишь, мы вдвоем, и Арон Денисович приедет. И смотри, и будет же ужин. И что нам делать? Вот у нас будет пять-шесть детей. Куда ты их денешь? У меня два зоны, два стола есть. Основной стол, и есть такая, типа, чайная. Я хотел ее по покерам. Вот начинается вот эта отмазка чайная, нет, дружочек, не получится так. Понимаешь, это с точки зрения практической эксплуатации подобного рода помещения. В выходные дни у нас баня, зима, представляешь, здесь сугробы огромные. Зачем нам туда? Мы вышли, здесь у нас банный, грубо говоря, стол, здесь у нас костер, ты хочешь выйти на улицу, зайти там. Один из вариантов. Мы можем готовить, я в кавычках называю, банную еду, то есть она полностью локализованная. Мы никому в том пространстве не мешаем, абсолютно. Девочки могут заниматься совершенно другими делами, дети могут заниматься третьими делами. То есть вот эти логистические цепочки, на мой взгляд, для моей жизни, по крайней мере, они очень важны. То есть тем самым я себя не ограничиваю, а наоборот расширяю какие-то возможности эксплуатации этого помещения. Честно, на сегодняшний момент я не могу себе представить, если бы, допустим, его не было, то что у нас есть какая-то красивая, нарядная кухня. И есть техническая еще кухня. То есть это не относится ни к одному, ни ко второму. И сказать, что она не нужна, в моей жизни она необходима. Может быть, безусловно, кому-то это и не нужно вовсе. Какие-то прям ресторанные двери у вас? Это и есть профессиональные ресторанные двери, то есть это с пожаростойкими стеклами. А, и здесь такая же, да? И здесь очень важный момент. Я могу закрыться все двери на ключ, и с этой стороны ты не зайдешь. Но это бар противопожарный. С этой стороны они всегда открыты. То есть туда у тебя выход есть, а сюда входа нет. Ну и потом стекло, это лазеровский, помните, прием, то, что она описывала. Ты всегда должен видеть не закрытую, а открытую пространство. И так мы попали в котельную. Это котельная наша. Это система увлажнения. Стоит буллер. Да. А это очистка. Это ее локальная очистка, да, именно для буллера. То есть он еще дополнительно очищает, помимо... Да, помимо этой очистки. Да, что он там делает. Вообще там... Ну они же говорят, что это суперсекрет. Ну, по всей видимости, какой-то суперпродвинутый осмос, да, у них стоит, находится. Здесь тоже какие-то есть нюансы. На базе Висмана собрана вся котельная, причем моноблоком, вот эти все штуки, на меди. Ну что, здесь все, как я люблю говорить, по инженерному фэншую. Фэншую, фэншую, рознь. Здесь тоже очень важный момент. Я всегда обращаю внимание на эти таблички. Иногда их вообще не бывает, а иногда они не всегда точно отображают действительность. Здесь вот тоже боролись, в принципе, что хотели, то и получили. Водоочистка, водоподготовка, точнее. Чехольчики прикольные. Причем они очень функциональны с точки зрения конденсата. Вот когда была сейчас погода, плюс 35, и они прям очень сильно конденсируют, то есть у воды прям лужи стоят. Если без чехла? Да. А чехол, он предотвращает эту историю. Это еще и красиво. Ну да, и эстетично-то как-то смотрится. Она заработала. Это заработало усилитель давления, да? Есть система, да. Здесь есть компрессор, который подает воду, водоочистку. А это насос, который повышает давление в общей сети, потому что общий вводной кран давления у него недостаточно. Можно посмотреть где-то, а он создает нужное давление. 4 атмосфер получается, да? Сейчас он держит 4 с насосом, а вообще в поселке по-моему 2,2 атмосферы, что недостаточно. То есть мы никогда воду не получим в конце здания. Да, да, да. И чтобы обильный душ принять, тем более 2, а то и 4 иногда. Эту соль ты сюда засыпаешь, да? Да. Ты сам это делаешь? А кто же, кроме меня, конечно, сам. А как часто надо у вас, кстати, соль? Всегда. Вот она кончилась, засыпаешь. Ну, это на сколько мешка хватает вот? Да, месяц. А, ну это нормально еще. Это как раз тот самый блок. Помнишь, ты меня спрашивал относительно сколькими блоками управляет этот? А вот, 13 блоков написано. 13 блоков, то есть у нас получается 6, 6, там 13. Ну, 13 в доме блок кондиционирования, который есть. Самое удобное, что им можно просто выключить, например, чтобы не бегать по комнатам, ты же не знаешь, гостевая, там еще какая-то. Вот здесь он тебе просто показывает все наименования помещений, в которых, например, здесь у нас в гостиной 17 градусов стоит. То есть для того, чтобы выключить, то есть мы просто его нажимаем и все, переключить. Все, мы его выключили. Ну и, соответственно, все здесь управление есть. Это же можно через приложение делать за счет вот этого. Да, приложение есть, но я не пользуюсь приложением, то есть я считаю, что это классная идея. Ну, приложение есть, да. Это приточная вытяжная вентиляция. Разные блоки, потому что по времени покупки, вот, например, да, тоже особенность, мы покупали на два месяца раньше одну часть, а они сняли с производства и они закончились и покупали вторую. Вот пульты, суть одна и та же, пульты разные. Ну, то есть котельная тоже, она не огромная, но она не маленькая, то есть она должна быть комфортная. Она должна быть, да. Потом здесь еще с точки зрения логистики, раз про нее говорим, это дверь, который с нижней стороны открывается и в случае, если есть приходящий персонал, разный персонал, есть садовник, например, да, у него есть, допустим, доступ к этой двери. Открывая эту дверь, из этих дверей ты никуда не попадешь, потому что, видите, здесь нет ни одного бара. Да, да. Бар есть там, он может попасть в гараж и в зону хранения внизу, но выход в дом он закрыт. То есть фактически здесь есть вход и логистика исключительно по техническим помещениям. То есть он не попадет никак в дом, это тоже ограничение. И плюс прямой занос продуктов. Да, конечно, из гаража ты на кухню сразу у тебя по короткой линии без пересечения каких-либо вещей. Да, у нас получилось в котельной раз, два, три, четыре двери, но они все рабочие, то есть они все нужны. Они все нужны. Вот здесь, смотри, есть хламосборник. Ага. Он только под гаражом. Это 80 квадратных метров. Вау. Класс. А, ну у тебя здесь и вентиляция стоит? Не, ну здесь нет. Основное предназначение данного блока вообще сделанного это ввод всех коммуникаций. Они здесь, они в прямом доступе, ты их видишь. Все разводки, все основные узлы труб все здесь, вся вентиляция. Там дальше все пошло второстепенное. То есть в случае каких-либо поломок они могут произойти только здесь. Поэтому это осознанное решение вынести все это в этот цоколь. И плюс попутно у тебя получилось там под 100 метров вот такого сборища всего остального. Просто я знаю много проектов, где нету не 80 или 100 метров. Вообще такого нет. Знаешь, такое впечатление, что у тебя просто не может быть по определению лестницы. Там или не знаю чего. Здесь-то просто со старого дома все перевезено, еще ничего не разобрано. То есть это такой хлам. Но в целом это помещение в контексте проектирования оно очень нужно. Хотел тебе показать террасу. Очень интересная у нас. Ты планируешь ее делать эксплуатированной? Ты уже видишь, это спортивное покрытие, спортивная каучуковая крошка. Здесь у нас будет ограждение достаточно высокое с зелеными какими-то некими растениями, которые нас закроют какой-то периметр. высота планируется где-то около двух метров. То есть это как некая детская площадка. Потому что у нас нету большой детской площадки, поэтому мы решили ее сделать здесь. Более того, даже предусмотрели, если вдруг она пойдет, выводы под некую раковину кухню. То есть если что-то помыть руки, какие-то сполоснуть вещи, детское мероприятие, любое. это как вот такая зона. Пинг-понг можно играть. Все что угодно. Да тут и в бадминтон можно поиграть. Даже мини-футбол устроить. Потом с точки зрения эксплуатационных ректизий хотел показать очень важный момент. Да. Вот мы имеем, допустим, это эксплуатируемая кровля. Давайте посмотрим на ливневый сток. Засосало туда листву твоей замечательной вакуумной системы. Это просто-напросто цена вопроса жизни вот так вот, видишь? За городом, да. То есть это все необходимо обслуживать и пылесосить. Ну да. Смотри, все они убиты. То есть что произойдет? Сейчас, если пойдет ливень огромный, вода не даст этому уходить. Соответственно, вода пойдет под эту, то есть если какие-то проблемы с гидроизоляцией, то есть это будет сразу видно. А в целом, если очень большой, то у тебя просто получится огромный бассейн и в принципе это такая достаточно криминальная штука. Обрати внимание, вот в углу видишь, у меня лестница есть. Тоже очень странный момент. Многие люди почему-то решают ее не делать. Я спрашивал у нашего общего с тобой знакомого архитектора, я говорю, а почему лестницу не делаете? Он говорит, ну а зачем? Это портит внешний вид и в принципе если вдруг кому-то надо попасть на кровлю, на эксплуатируемую, возьмете, поставите лестницу. А теперь посмотри высота какого размера лестницы ты должен поставить. Ну да, это как и притащить сюда. И где в нее держать? И где хранить? Это же тоже такой момент. То есть там же тоже воронки получается? Ты же к этому говоришь? Конечно. И наверху то же самое и их нужно обслуживать с периодичностью раз в две недели хотя бы. Именно в этом. Хотя обрати внимание у меня не так уж много деревьев. Вообще непонятно откуда дубовые листья. Вон дуб. На каком расстоянии? Вон дуб. И все намело все равно. Нет, как они все у меня? Ты представляешь что у них с дубом? Раз, два, три. Ребят, лайфхак это надо держаться за вот эти штуки. Не за вот эти. Да, когда ты лезешь с камер, приходится держаться за камеру. Все, что можно. Вот это лайфхак. Это вообще то, что я вам показывал вообще не лайфхак. Кстати, особенность моей строителей всегда белая труба. это никакие не фановые трубы. Это специальные грибы для того, чтобы наблюдать за кровлей. Первый год эксплуатации мы не знаем, где вода может протекать, но она может попадать в кровлю. Она не может попасть на потолок пока, но потихонечку она может где-то здесь шов не тот, где-то воронка например, неправильное примыкание. И она капелька за капелькой может попадать в пространство между пирогами. вот эти штуки нам дают возможность за этим мониторить. То есть сделать их рубль 15 в моменте проектирования, но у тебя есть стойкая уверенность в том, что у тебя например все хорошо. может посмотреть там влажно открываешь сухо а может быть влажно ага понятно видишь она уходит отсюда не попадает ну это специально она закрыта понятно еще еще один практический вопрос связанный с соотношением продукта именно дома с выбором земельного участка мы затрагивали много американский опыт там есть вообще отдельное направление так называемое хаус флипперы которые покупают дома их как-то реконструируют перестраивают доделывают и продают у них хороший поговор который мне нравится что прибыль зарабатывается в момент покупки а не продажи в момент покупки это выбор земельного участка неважно мы говорим про девелоперский проект или заказчик строит для себя но все равно нужно думать о ликвидности и создавать продукты которые соответствуют этому участку у тебя есть какие-то свои собственные изыскания на предмет того какое должно быть соотношение стоимости земли к стоимости дома или там площади земли к площади дома и соответственно на каких направлениях должно находиться как оно должно все соотноситься чтобы это был в результате ликвидным продуктом что при девелопменте что при продаже когда-нибудь через 5-10 лет дома который строился для себя но который уже оказался не нужен у меня на памяти возьмем это же самое Рублево-Успенское шоссе когда помнишь были колоссальные здесь пробки это было время строительства новой Риги и вот все так посмотрели и говорят вот наконец-то Рублевка сдохла и вот мы все поедем на Ригу и что мы получили на выходе ну да на Рублевке построили платную дорогу прошло не так много времени а что с Ригой происходит хотя у меня все кто живет на Риге они говорят а мы не видим никаких проблем все там хорошо ну да окей есть какая-то пробка то есть это суть разные вещи потому что входной билет на Новый Ригу был гораздо доступней здесь все равно все намного сложнее входной билет гораздо дороже земля всегда так называемый редевелопмент в основном то есть мы покупаем старье какое-то ломаем его выносим это связано кстати с огромным количеством проблем потому что люди живут в этих поселках то есть у тебя есть ограничения по всему но самое важное на мой взгляд это логистическая вещь то есть транспортная доступность школы второстепенно потому что если у тебя есть транспортная доступность у тебя есть всегда доступ ко всему что угодно инфраструктура важный момент то есть например у нас есть один поселок в самом начале Рублево-Успенского шоссе только сейчас они сделали там виадук который развязка даже не понял запустили они его по-моему запустили но до этого момента была проблема просто съездить в магазин то есть да поселок нарядный все прекрасно все хорошо но чтобы просто съездить отправить водителя кого угодно в магазин и обратно магазин находится 600-700 метров от тебя но время это занимает 45 минут сейчас гораздо лучше то есть они делают там развивают там все прошло 10 лет ну 5 лет 7 и все это обрастает уже какими-то правильными формами Никольна гора например та же самая как есть у меня люди которые сбежали к нам сюда и говорят не понимая как мы там жили то есть ну точнее когда мы жили мы на это не обращали внимания то есть именно логистически так есть люди которые сейчас до сих пор живут там и наоборот говорят что слушайте нам там классно так жить потому что мы туда поехали быстро сюда поехали быстро то есть однозначно ответить на этот вопрос я затрудняюсь то есть я как представитель этой стороны рублевки да то есть я считаю что это самое лучшее место потому что это ты говоришь про левую где есть возможность выезда на платную дорогу конечно даже при всей удаленности до драгомиловского рынка даже в сегодняшний момент там допустим вторник среда обед мы доедем за 35 минут это еще не открыли это не открыли да а например с новой риги до драгомиловского мы не доедем за 35 минут ну может кому-то и не надо на этот рынок есть ну у всех же разные задачи более того открытие вот этого участка оно позволит вообще в принципе разгрузиться очень сильно по времени то есть вообще пропадает временная какая-то петля сильная что касается площади то есть есть хороший пример рядом здесь находится ну некий поселок давайте назовем его так чтобы не было никому обидно участок гектара лесной хороший нормальный но в поселке везде такое старое начало 2000-х годов у всех заборы хотя он хороший прекрасный поселок человек который живет в этом чудесном поселке на территории гектар тоже с этими огромными заборами то есть получается что у тебя ограничение даже визуальное то есть у тебя ты четко видишь свой гектар потому что лесной он без высоких больших деревьев и получается когда попадаешь на этот участок и посадка дома сделана так немножко не совсем на мой взгляд правильно ты очень четко видишь ощущаешь этот гектар и когда ты ощущаешь гектар гектар это очень мало ну как бы немного его следующий забор еще выше а в конце у них самый такой отбойник стоит там 8-9 метровый такой и ты четко видишь все вот эти вот грани то есть как здесь сказать гектар много или мало вроде много а в этом случае немного все зависит очень сильно от самого участка то есть например здесь у нас вообще небольшой участок то есть ну что было то и было задача для архитектора стояла посадить дом таким образом чтобы и площадь сохранить самого дома дом получает здесь тысячу метров и чтобы участок соответствовал этому дому чтобы он не не был перегружен и эта задача на мой взгляд реализована на все сто процентов потому что у нас нету контур мы не видим ни одного забора у нас нету вообще в поселке заборов никаких ну за исключением некоторых вот поэтому взгляд у тебя не упирается в твои заборы то есть у тебя взгляд упирается далеко вперед поэтому визуальное сопровождение этого участка то есть она гораздо больше гектара то есть ты говоришь о том что можно дом тысячу метров поставить на 15 сотках условно образно говорить вот если 15, 18, 20 соток то есть я говорю что не обязательно тебе иметь чтобы поставить тысячу метровый дом например на участке полтора гектара можно отлично если есть но можно и гектар неправильный взять неправильную форму участок само расположение этого участка даже в очень хорошем поселке но оно может быть совершенно не поэтому выбор участка напрямую связан с специалистом который будет тебе сажать дом например если у тебя есть архитектор то я считаю что покупка земли напрямую связана с этим архитектором и перед даже самой покупкой мы делаем например эскиз твое окружение расположение по солнцу да то есть и ты да окей это хорошее конечно же самое бестолковое когда ты покупаешь участок потом начинаешь поиск кого-то потом что-то потом ты получаешь вот какое количество людей к нам приходит уже с купленными участками да со своими идеями которые просто нереально воплотить в жизнь на этих участках это да это действительно засада ну по размерам примерно понятно теперь давай вот еще все-таки по стоимости да вот мы говорим про дом вместе с участком миллиард плюс минимальный процент стоимости земельного участка должно в этой сумме быть ну допустим дом за миллиард с учетом участка вряд ли же он может стоить 50 миллионов рублей да не но участки там средняя цена сейчас устаканилась какие-то поселки есть от 100 и выше причем они достаточно старые ну давай возьмем там 55 например ну это вот низ то есть ты думаешь можно реализовать объект который будет достаточно ликвидным при стоимости земельного участка 55 миллионов рублей 55 тысяч долларов за сотку я имею ввиду ага понятно хорошо тогда какой минимальный объем при такой цене я так думаю что от 16 соток получается ну 100 миллионов рублей получается здесь 55 на там 15-16 соток вот это в принципе минимальный вообще порог для участка но в целом наверное должно быть как-то побольше чтобы этот продукт столько стоил потому что я ну миллиард плюс на участке там 16 соток ну как-то опять же участок это не очень ликвидный продукт да нет ну участок участку рознь как ты эксплуатируешь то есть что ты делаешь ну кому-то и трех гектар мало на мой взгляд нельзя подходить таким образом ко всему продукту каждый продукт он индивидуален по-своему зависит от кучи факторов то есть ну безусловно если мы слышим просто в воздухе слова 16 соток полтора миллиарда г не будем даже смотреть ну что это такое кто это такое придумал не так давно в горках вторых по-моему был дом 7000 метров если ты помнишь очень красивый дом кстати интересный с очень неплохой коллекции искусства внутри на участке 6,5 гектар то есть ну такие параметры хорошие классные вообще нормально 6,5 там стоило 35 миллионов всего лишь навсего то есть если разделить площадь того дома и площадь той земли на кубики и мы получим очень проходную цифру то есть это очень недорого вопрос в другом а нужно ли тебе 6,5 тысяч метров а готов ли ты обслуживать эти 6,5 тысяч метров очень важно понимать ликвидность каждого индивидуального продукта поэтому я думаю что подход должен быть очень индивидуальным ну да факторов действительно множество и все все нужно учитывать давай резюмируем тогда получается что у нас мы с тобой затронули не хватает образованности целевой аудитории понимания как бы этого процесса и в этом направлении наверное двигаться я не очень понимаю это не совсем образованность это наверное компетенция больше то есть есть конечно у нас какие-то школы которые предоставляют какие-то информационные поля но я слабо себе представляю чтобы хоть один из клиентов туда каким-то образом попал или как-то услышал эту информацию скорее вопрос к референтной группе те кто является вестником этой информации кто доносит информацию до конечного потребителя то есть вот с ними нужно работать да это очень важный момент более того для них это тоже важно человек когда занимается продажами там каким бы то ни было он должен понимать какой продукт он продает что он продает потому что одно от другого очень сильно отличается даже находясь на одной и той же территории то есть я говорю что в этом поселке есть два дома ну просто по входу они не то что разные они геометрально противоположные хотя когда они сделают фасад возможно мы этого никогда уже не увидим а только человек когда он уже купит и заедет туда он будет каждый и заедет там может быть пару-пару да нет первый год зима все даст конечно поэтому да надо как-то туда двигаться в этом направлении привлекать создавать правильную структуру именно интересную заинтересованную то есть на какие-то площадки делать как-то это продвигать для правильной аудитории которая уже донесет до конечного потребителя эту информацию какую-то если поймет ну в целом это входит в том числе и как бы в мою миссию поэтому я думаю буду заниматься и больше информации будет появляться на ютуб канале там глядишь и доживем до тех моментов когда будет брокерское сообщество которое суперпрофессионально будет рассказывать о домах и образовывать в том числе нашу целевую аудиторию опять же это мое мнение оно абсолютно не является там суперправильным я так вижу просто кто-то я уверен сто процентов расскажет какую-то другую историю ну поскольку ты шакунин в девелопменте то мы к твоему мнению тоже прислушаемся Денис спасибо большое было максимально интересно друзья все комментарии читаю поэтому пишите обязательно если какие-то будут вопросы к Денису я лично как бы перешлю и там их задам и сделаю так чтобы Денис на это ответил и подписывайтесь конечно же на канал чтобы не пропускать интереснейшие выпуски с обзорами домов подобные подкасты конечно же владейте двигайтесь творите пока-пока